Региональная встреча профсоюзных организаций нафтохимичной глины Беларуси и России отбывается не вельми часто. В прошлый раз представители Гомельского областного совета Белхимпрофсоюза со своими коллегами с ГАСХИМБУДПрофсоюза встречались на конце 2014 года. Меж тем, у боков сопрады есть чем поделиться. Гомельскую встречу можно лечить одним из этапов подготовки до запланованного на червяне этого года саммита Министерства працы Союзной Державы. Мероприемства в уголе традиционные, але селита у его программе. У першиню продуглежена профсоюзная секция. Механизм регулирования социально-працовных отношений по Беларуси и России уж матчем подобный. А тому и на прасовке кожного сбаков уявляют агульный интерес. Прасовники России после опошнега наведывания Гомеля, например, увели у практику онлайн-навучание своих специалистов. Организовать занятки у Сибири, кажуть, экономично затратно, с выкарстанием интернету, гэта куды бочтанна. У свою черву россияне, готовые поделиться напросовками у сферы удокладнений в список небеспечных профессий, сегодня у нафтогазохимичной галинеи Российской Федерации до 60% льготников, але реально умовые працы оценивались 10 годит тому. Он далеко не совершенный, но тем не менее это какой-то некоторый выход, который позволит найти какой-то здоровый баланс. Между теми, что действительно нужно платить людям реальные, зримые компенсации, потому что они работают в сложных условиях, вредных условиях. Ну и, соответственно, сокращение тем профессиям, где уже развитие технологии привело к тому, что фактор вредности не столь очевиден. И еще одна тема для огоньного обмеркования – информационная работа сирот-членов профсоюзов. Причем разговоры не только по предоставлению известных об деятельности организации. У России, например, без коллективного обмеркования членами профсоюзов не принимается ни один новый проект, тезаконодавчий акт, особенно социально значный, затекавило белорусов. И практика распроцовки коллективных договоров. Вельми верогодно, что нечто российского опыта будет укороняться и у нас. Их опыт в этом бесценен, бесценен будет для нас, потому что действительно схожие профессии, схожие методы выполнения работы для членов нашего профсоюза, для членов профсоюза, которые работают действительно в непростых производственных условиях.